15.09.2024 год. Вы с Олегом Соскиным. Воскресенье сегодня. Ну вот такое событие, давайте явление обсудим. Явление Сибиги украинскому народу, украинскому социуму. Ну и соответственно Сикорского, министра Польши, иностранных дел. Сикорский приехал в Украину, выступал на этом форуме, так называемая Ялтинская платформа, там ЕС она называется. Крымская какая-то платформа, Ялтинская там это, ну Пинчук это там главный деятель, который за это патрон, да, там. Вот, и Сибигаш там тоже. Потом они встречались, обсуждали. Что самое главное было темой их обсуждения. Ну давайте начнем с Сикорского, да. Что заявил Сикорский? Вы помните, да, он поговорил с пранкерами Сикорский, поговорил с... Потом дал интервью, тем самым Лемонт, кажется, да. Ну и потом поговорил про что? Про то, чтобы надо украинцев, мужчин возвращать в Европейский союз, из Европейского союза они должны выполнять свои соответствующие функции. Так, сейчас мы с вами. Очень такая, такое аж, они понимают, что нельзя такие вещи говорить. И теперь стараются стереть это все с системы социальных сетей, эту информацию. Потому что она уже вызывает отвращение, неприятие. Ну и задают вопрос, а кто такой Сикорский? Сегодня Сикорский, завтра не Сикорский, там, Майорский или еще кто-то. А сегодня Сибига, а кто вообще такой Сибига? А кто ему дал вообще право на эту тему говорить? А кто его министром сделал? То есть, кто бы такие же в 21 веке объяснять миллионов людей, как им надо жить и что им делать? Ну это просто безумие, правильно? Когда какой-то кто-то там где-то на какой-то кочке находится и с этой кочки начинает там, как говорится, что-то вещать. Пойдите на болото, послушайте, как там эти жабы квакают, лягушки и так далее. Но потом приходят аисты, да, и этих лягушек что? Поедают, да? Хотя, конечно, и лягушка может съесть зеленого кузнечика, который как огуречек. Называется цепочка питания. Знаете такое? Так вот, что же заявил этот глава МИД Польши? Ну пока и он глава. МИД Польши призывает западноевропейские столицы пересмотреть подходы к помощи украинцев, чтобы стимулировать мужчин к возвращению в страну, заявил на Ялтинской конференции этот Сикорский. Нынешняя политика много столиц вредит обороноспособности, стабильности Украины. Привел пример Германии. Говорит, что там под защитой сейчас огромный объем украинцев. Они получают большие выплаты, 500 евро, тысячу даже за жилье, может тысячу евро. Его интересует. Слышите, ему жалко стало, сколько украинцев. Подобное, говорит, и в Нидерландах, и во Франции. Есть простой метод помочь Украине. Прекратить оказывать помощь, заявил Сикорский. Его поддержал Сибига. Ну мы потом давайте рассмотрим более детально эту ситуацию. Сибига тоже сказал, что надо, да, думать, как мужчин забирать с Европейского Союза. Это миллион человек, говорит, надо, чтобы они тут были в Украине, видимо, с детьми, с женами, и начали идти на мясо, туда на мясорубку зеленую.